Знали ли вы, что Биск появился по указу Петра Первого, а семья Костылёвых нашла на Алтай-Руду? Сегодня на эти вопросы отвечают шофёры и претенденты на звание лучшего таксиста России. Самый молодой в списке – Михаил Кузнецов. Раз, два, три, начинаем. За рулём парень шесть лет, в профессии три месяца. Его работа – это смена 12 часов и один выходной в неделю. В свои 24 нагрузку Миша выдерживает и называет себя добрым таксистом. Один раз, собственно, такого забрал мужчину, отвез его с космонавтов на Балтийскую. Он уснул, я его пужу. Я говорю, мужчина, вставайте. Он, типа, да-да-да, и взял, а он ни в денег не оказалось. Вот, и, ну, собственно, довез его бесплатно. Всего на региональном этапе три тура. Первый и второй – проверка знаний ПДД и истории края. Досмотр ведут инспекторы. Это безопасные водители? Есть, где много ошибок, есть, где нет вообще ошибок. То есть, пока нечто среднего нет. Будет, наверное, несколько ошибок. Ну, а так нормально. Я не подглядывал, просто смотрел, что стоял. У вас какой стаж работы? Ну, около 10 лет. И как, удачно? Как, в смысле, удачно? Ну, нет аварий, всегда довольны клиенты. Ну, клиентов довольны никогда не бывает. После двух туров водители выходят на автодром, где практически каждый шутит в прямом и переносном смысле, что здесь они на автомате. Четыре минуты, чтобы проехать русскую яму, сделать поворот на 90 градусов, параллельно припарковаться, въехать в бокс и проехать змейкой, не разлив ни капли. Мы можем наблюдать плавное маневрирование змейки. Совсем немножко остается до завершения. По итогу, ни капли за бортом. Сегодня водители продемонстрировали качество. А наш герой доказал свою конкурентноспособность. Выиграет ли? Пока не знаем. Главные конкуренты из Грозного и Санкт-Петербурга. Последние уже неоднократно становились лучшими таксистами страны. Но мы будем болеть, конечно, за нашего. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.